Калядные отсуды протягиваются. На этот раз сюрпризы ждали детей, которые живут в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизического развития, а так само молодых мать, которые народили на рожство. До них завитал с веншаваньями и подарунками архиепископ Гомельский и Жлобинский Степан. Марина Джалая с подробностями. Юлия Федорович живет в детской вёсце, так называют интернат, 7 годов. Зараз ей 35. Юлия – одна из самых дорослых жихарок. Молодая женщина, что редкость для этой установы, мая адукацию. Я на два года училась в лице и летость отримала диплом огородника-озеленителя. Зараз мараць об опекунской семье, праце и больше самостоянном жите. Минавито такое же отдание загадала Юлия на ростово. Я загадала желание, чтобы у меня была семья, опекунство, что я хочу, кто-нибудь у меня взял на опекунство. Я даже иконы молюсь, даже вчера молилась перед иконой, чтобы мне боженька. Моя мечта сбылась, чтобы меня взяли на опекунство. Для таких людей увага бесценная. Яны широко радуются усім гостям и дякают за это тепленье своих сердцев и непосредственностью эмоций. А чая пить зуладыка, его ветливые слова и подарунки – великое счастье для жихаров дитячей вёске. Дарыш, и зараз тут живут 64 человеки. 38 из них – неполнолетние. Самому маленькому жихару – 4 годы. Живут тут группами по 16 человек. А сама модель реабилітации мая социальную накерованность. На Руси всегда говорили, спешите делать добро. Мы не знаем, какова человеческая жизнь. Начало есть, а конца мы её не знаем. Поэтому надо вложиться настолько, насколько можно творить добро ближнему. Вот в эти праздничные раздельские дни мы посещаем больницы, интернаты, такие вот дома для деток-инвалидов, самих инвалидов на дому. Стараемся всё оплатить настолько, насколько можно. Потому что и Христос в Евангелии говорил, вас узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. А в чём выражается любовь? Любовь выражается в том, чтобы мы посеяли больного, чтобы мы оказали какую-то помощь, чтобы мы посоучаствовали в его жизни. А про спаугодину ладыку чакали у Гомельским областным родильным доме. Сюды архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан так само привёз подарунки. Пятнадцать вось таких пакетов с самыми необходными предметами отримали мати, и кей народили дятей уколядную ночь на наступный день. Такая увага стала для молодых женщин вельми приемной и абсолютно не чаканной. В Рождество первый раз стала мамой. Долгожданное событие. Ждали девочку. Очень рада, что появилась именно седьмого числа. Причувствия, конечно, уже были шестого, что вот-вот должна родиться. Ну и вот случилось чудо. Доральше подарунок покинули новая для девчонок, которая на момент визиты у ладыки как раз находилась в родильной зале. Доральше непосредственно на коляды в этом родильном доме народилась четвера детей. Три девчонки и хлопчик. Впервые за время работы областного роддома сегодня нас посетили представители церкви. Произошла такая, как говорится, программа рождественского чуда. То есть женщины получили рождественские подарки от архиепископа Гомельского и Жлобинского. Даже был какой-то для наших рожениц эффект неожиданности. Они не ожидали. Получить подарок всегда приятно, особенно из рук такого человека. Отсюда обовязково протягнуться. Богатые святые дни, которые начинаются от родства и довжиться от два дохреша, час добрых справ, учинков и думок. Час, когда каждый из нас может стать главником для тех, кто вельми марит об суде. Марина Джале, Андрей Иванов, Тиль Радио, компанія Гомель.